Впервые в Чувашии на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» проходят всероссийские учебно-тренировочные сборы по женской вольной борьбе. Какая программа ожидает спортсменок и кто стал их тренерами в нашем следующем сюжете. В Чувашии активно развивается женская вольная борьба. В этом году регион уже принял чемпионат России по этому виду спорта, а осенью ожидаем Кубок России с приглашением зарубежных спортсменок. Но помимо соревнований Чувашия получила право на проведение всероссийских учебно-тренировочных сборов. В них принимают участие около 60 юных спортсменок 97-го года рождения и моложе. Здесь есть самые сильные спортсменки, которые занимают призовые места по России. Есть и наши девочки, которые делают первые шаги в вольной борьбе. Я считаю это важно. Девочки, которые из Чувашской республики, они видят, как надо тренироваться, чтобы достичь высоких результатов. В течение 15 дней девушек ожидает разнообразная программа. Три раза в неделю они выезжают на полуторачасовые тренировки в физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский», после чего проходит этап восстановления в бассейне. Помимо спортивной программы девушки посещают музеи, парки и кинотеатры. Сбор проходит очень хорошо. Сбор мне тоже хорошо. По вечерам дискотеки, отдыхаем как бы. Но все же главная цель для каждой юной спортсменки – набраться как можно больше спортивного опыта. Организаторы над этим постарались. С 1 августа тренерский состав пополнился двумя представителями Федерации спортивной борьбы России. Мастером спорта международного класса Мариной Шишкиной и серебряной призеркой Пекинской Олимпиады Аленой Карташовой, которые уже успели оценить условия проведения сборов. Шикарные условия, при которых девчонкам открываются возможности реализовать свой потенциал и выходить на большой арен. В дальнейшем сборы по женской вольной борьбе также будут проходить в Белых Камнях. Причем к следующему году на базе лагеря планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика.